Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 22 апреля. С нами Фома Калинин, чемпион мира по стандрайдингу. Вы что-то за импортозамещение говорили. Он приехал. Куда? Где это соревнование проходило? В Италии. В Италии. В Италии. Мировой чемпионат по стандрайдингу. И наш Фома приехал и занял просто там первое место. Это фигурное вождение мотоцикла. А это мотоцикл самый лучший в мире. Я правильно понимаю? Самый лучший в мире. По сборке. Потому что отец его, чемпион стран Балтии, Алексей Калинин, построил для своего сына и скольки лет тренировался? С трех лет, я на мотоцикле. С трех лет на мотоцикле тренировался, да? И отец тебя наставлял. Ты представляете, дать целую жизнь. Мы вместе идем, продолжаем идти. Да, да, да. Потом отец чемпион стран Балтии по стандрайдингу. Правильно. Ты чемпион Европы. Два раза, по-моему. Да. Чемпион России. Приехал в Европу, да. Ну, в России понятно. Ты сейчас попозже расскажу о твоих достижениях. Ну вот, приехал в Европу и наш... Тогда ты был еще малолетним. Тема до 18. Во сколько ты лет? Ну, можно сказать, да. Еле-еле я прошел, как бы, по регламенту, скажем так. И первый же год стал чемпионом Европы. Чемпион Европы. Сколько тебе лет было? 16. 16 лет. Давайте поздравим чемпиона Европы в 16 лет. Так, ты приехал, объяснил там, что там как. Дальше в Италии чемпион, чемпионат мира, где первое место, да? Сейчас ты поехал на какой-то чемпионат еще, но ты участвовал не на своем, не на этом мотоцикле. Да. И поэтому ты занял, если не ошибаюсь, третье, да, место? Второе место. Второе место. Не на своем мотоцикле. Ездили в Италию, да. Вернее, не ездили, а в Италии на самолете. Это был прошлый год? Этот год, в январе. А-а-а. Ну, и, соответственно, не на своем мотоцикле, все равно, да, второе место. И дальше ты решил себя попробовать шоссе на кольцевых мото-гонках. И на Кубок России въехав и начав участие, в прошлом году ты занял первое место. Да. Самая сложная номинация – это «Литр». Да. А как так получилось? Ты же не гонял никогда на кольцевых гонках до этого. Ну, так получилось, что в 2020 году наш, скажем, календарь немножко сократился. Вот. И мы решили выехать на трек, попробовать себя в этой дисциплине. Соответственно, спустя пару лет я в тему, скажем, въехал. И в прошлом году мне удалось стать чемпионом России. Как часто ты тренируешься? Как часто тренируешься летом и как часто зимой, чтобы поддерживать форму? На самом деле, мой образ жизни и вообще график каждой недели и месяца состоит из тренировок. Но разного рода мероприятия в него вторгаются, скажем так. А Грета выступает, можно сказать, отдыхом для меня. И получается… Ну, вот сейчас ты отдыхаешь, получается. Ну, да, да. Это своего рода отдых. Вот. Но я стараюсь тренироваться как можно чаще, потому что на тренировках куется победа. Ты стал чемпионом мира, Европы, потом мира. Дальше, вот ты тренируешься. В этом году я знаю, ты ездил о резине на тест. Потом поговорим. Да. Скажи мне, ты чувствуешь, что твой уровень еще поднимается? Да. Или ты просто оттачиваешь? Или уже как бы начинает как-то дальше что-то, еще что-то придумываешь? Может быть, трюки какие-то? Креативность применяется? Да, да, да. Ну, на самом деле, чувство роста, оно присутствует всегда. Вот. Просто оно, скажем так, широко направлено. Ну, то есть, рост, он не в одном месте, скажем так, а это в широком направлении. На личную жизнь остается времени-то вообще? Да, да, на личную жизнь. Начальник, да, только остается. Редактор субтитров А.Семкин В этом сезоне, да, начали Кентайр таскать резину. Многие в комментариях спрашивают, как резина. Мы не запарились. Мы взяли резину в Байкленде, отдали просто Фоме. Ну, кто может потестить резину для мотоцикла лучше, чем он? Давайте вот здраво подумаем, кто. Там я, может быть, может быть, ты, ты. Кто лучше даст отзыв о резине? Ты уже с ней покатался. Как впечатление? На самом деле, мои ожидания резины Кентайр, скажем, перевыполнила. Мне пока удалось протестировать шины не во всех условиях, но самые часто, скажем, распространенные по время весны и осени. Это температурный диапазон в районе 5-10 градусов. Как раз вот пару тренировок я проехал с задним баллоном и в районе 4 тренировок с передним. И я почувствовал спереди, не знаю, немножко запутался. Какое слово? Слово. Слово, да, какое может впечатление сравнить? Слово. Резина супер, такое слово. Зашла? Да. Просто я слышал, что они уже 10 лет на рынке, да, и я читаю отзывы, понятно, анализирую, что типа 10 лет назад было типа не очень, но за 10 лет научились. Вот сейчас твой отзыв, да, нам интересен, потому что в комментах пишут. То есть на холодную, на холодную, да, в такую погоду она прям оправдывает себя. На холодную спереди мне очень понравилось. Срывов практически не наблюдалось в режиме, в моем режиме стандрайдинга. Вот. Сзади мне показалось все-таки, что немножко больше держака, чем требуется в условиях стандрайдинга. Но насчет задней поговорим чуть позже. В общем, переднюю резину мне удалось протестировать больше времени, скажем так. По управлению на переднем колесе, при езде на переднем колесе, ощущается как бы удобная траектория. Траектория, ну... Такой задумывается, да, траектория, как эта траектория ведущая. Я просто вспоминаю, как это происходило и пытаюсь сформулировать. Вот, как бы, что касается держака, то в холодных условиях я ни на какой другой шине не замечал столько зацепа. А на переднем это, соответственно, важно. Да, на переднем это архиважно. А сзади в стандрайдинге все-таки требуется... Меньше держака. Да, значительно меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, у меня даже тебе вопрос. Я знаю, что на чемпионаты мира ты выбираешь определенную резину, потому что она проверена. Насколько готовность вообще резины Кентайр, да, уже к таким серьезным выступлениям, чтобы ты понимал, что доверяешь ты ей или нет? Ну, тут скорее готовность не резина, а моя личная готовность. Да, 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 ну, твоя в отношении к резине. Можно привыкнуть прикататься, но по моим ощущениям и сейчас, я думаю, что передняя шина К905 отлично подходит для использования ее и на профессиональных соревнованиях. Вот, а задние шины, я думаю, что нужно все-таки протестировать другие модели и подобрать, скажем, оптимальный вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый спортсмен, да, приходит к такому моменту, что он начинает, переходит в обучение. Ну, как отец, да, он же у тебя, Алексей, не выступает. Он тренирует... В настоящий момент. Да, да, в настоящий момент. То есть он стал чемпионом в Транбалтии и дальше, соответственно, ну, там, со временем ушел в обучение. Обучение, то есть как тебя. Когда вообще спортсмен переходит из большого спорта, да, это спорт, правильно я понимаю? Да. Ну, вот, когда он уходит из большого спорта в тренировку? Когда наступает этот момент... Да. Какой это возраст? Я затрудняюсь ответить, но это, скорее всего, зависит от собственных ощущений самого спортсмена. Как бы, у кого-то это бывает в 30 лет, у кого-то в 40, у моего отца это было в 50 лет. 50 лет, он ушел из большого спорта в 50 лет. Стандрайдинг в 50 лет. Вот. Ну, мне пока за это рано говорить. Я тоже... Мне пока еще 20 лет всего лишь. Да, да, да. Слушай, расскажи вкратце о мотоцикле. Я знаю, что, ну, отец Алексея, он также механик. И, соответственно, так как он большой, имеет обширный опыт в стандрайдинге, он построил этот мотоцикл прям вот это эксклюзив. Как я понимаю, ты смотрел же, ездил на европейских, вот, ну, европейских и американских стандрайдерах, их мотоциклах, да? Как по ощущениям, насколько твой отец собрал мотоцикл, ну, я знаю, что лучше, потому что это уже декларировалось. Насколько мотоцикл лучше, продуманный, насколько качественный, подготовленный к процессу? Что касается моего пилотирования, скажем так, то это безупречно подготовленный мотоцикл. Бывало, я обменивался с моими друзьями, и европейскими, и российскими стандрайдерами. Отзывы о моем мотоцикле были что-то в районе, это мотоцикл, а то, на чем мы ездим, это велосипед, дословно если. Но не знаю, что сказать, мне мало доводилось ездить на чужих мотоциклах и на мотоциклах конкурентов, но что мы наблюдали визуально, то наши мотоциклы все-таки опережают по технологиям, скажем так, гаражным технологиям, но все-таки спортивным и действительным, то мы сейчас впереди. Субтитры создавал DimaTorzok